Из 15 печей осталось 4. Три на первом этаже и четвертая наверху. Сегодня этот и другие предметы интерьера в центре внимания посетителей детской картинной галереи. Для них проходит экскурсия в необычном формате, при свечах. Рассматривать убранство особняка в полумраке интересно, отмечают гости. Искусственное освещение создает атмосферу уюта и тепла. Разбирайте, вы ими будете подсвечивать потом какие-то понравившиеся вам предметы? Интересно, что у каждого своя личная свечка, и ты ходишь по дому как раньше, как в древности со свечками. Очень романтично. Тоже такой какой-то новый формат необычный, камерный. Гости заглянули не только в комнаты, которые доступны для посещения днем, но и в потайные места особняка. Например, поднялись на второй этаж. Сотрудники говорят, тех, кто надеется здесь встретить привидение, особняк не порадует. Однако есть все-таки одно будто бы заколдованное место. Не хочется там долго находиться. Либо сбегаешь сразу по лестнице, либо если там приходится вернуться назад, отходишь и как-то сразу спокойнее становится. Темнота, ну да, не уютно, но не более того. А вот это место почему-то не хочешь задерживаться. И не хочется смотреть в это зеркало, хотя оно появилось у нас совсем недавно, а ощущения появились гораздо раньше. Через предметы, которые присутствуют в доме, можно ощутить определенную атмосферу. Камин, посуда, игрушки, освещение – все это помогает прочувствовать дух того времени, когда здесь проживало семейство Клоттов. Единственное, что хромофоны звучали, конечно, погромче. Посетители также спустились в подвал, прогулялись по саду и полюбовались вечерним видом с балкона усадьбы. Мы восстановили плитку, ее отлили заново, она была побитая. И мы восстановили вот это все ограждение балкона. Да, это новодел, но это просто копия того, что здесь и находилось. Такая экскурсия проходит несколько раз в неделю. Организаторы говорят, сложность в том, что максимальное количество участников – 15 человек. Но именно эта камерность делает экскурсию при свечах еще более востребованной. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События.